Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Количество масла какао содержащиеся в тертом какао недостаточно для производства шоколадных изделий. Для получения дополнительного количества масла часть тертого какао подвергают прессованию на гидравлических прессах. Полученный при таком прессовании твердый остаток жмых перерабатывается в порошок какао. В кондитерской промышленности применяются вертикальные гидравлические прессы с движением плунжера снизу вверх и горизонтальные автоматические прессы. В этом видео рассмотрим назначение, область применения, классификацию, устройство, принцип действия и технические характеристики гидропрессовых установок для получения масла какао. Начнем с назначения области применения и классификации. Основными составными частями шоколада являются тертое какао, масло какао, сахар и добавки. Необходимое масло какао получают из тертого какао путем отжатия его на гидропрессовых установках. При отжатии масла из тертого какао получается жмых, который размалывается в порошок какао. Порошок просеивается и расфасовывается в коробке. Он используется как питательный напиток. Таким же образом гидропрессовые установки служат для частичного отжатия масла из тертого какао, чтобы получить питательный порошок какао. В кондитерской промышленности применяются гидроустановки лишь с прессами периодического действия. В таких прессах чаши расположены последовательно. Количество чаш в прессе бывает самое разнообразное. От 1 до 24 в одном комплекте. Гидропрессовые установки различаются между собой главным образом прессами. Поэтому их классификация на схеме приведена по прессам. Вертикальные прессы можно разделить на две основные группы. 1. Прессы с двумя комплектами чаш для прессования, работающими попеременно и ручной выгрузкой жмыха. 2. Полуавтоматические прессы с одним комплектом чаш, в которых все операции автоматизированы за исключением выгрузки жмыха, которая производится вручную. Принципиальность схемы установки с вертикальным полуавтоматическим гидравлическим прессом представлена на слайде. В нижней части пресса имеется гидравлический цилиндр 31, который обычно устанавливается на фундаменте. Пресс смонтирован на четырех стальных колоннах 16, связанных в верхней части траверсы 15. В цилиндр помещен полый плунжер 33, который поднимается вверх под давлением рабочей жидкости машинного масла, подаваемый в цилиндр через штуцер 32. На плунжер опирается нижняя плита 25 с выступающими вверх пуансонами. В пуансонах имеются вертикальные каналы, а в плите кольцевой каналы для сбора масла. На плитах установлены спиральные пружины 24, на верхние концы которых опирается нижняя чаша 20, закрепленная на отжимных тягах 22. На чашу опирается вторая плита 19 с выступающим пуансоном. Пружины 18 поддерживают следующую верхнюю чашу, также закрепленную на тягах 22. На схеме условно показан пресс с двумя чашами. Прессы, применяемые в кондитерской промышленности, имеют 6 чаш. Верхняя чаша упирается в траверсу 15, на поверхности пуансона нижней стороне плиты 19, а также на траверсе укреплены фильтрующие элементы 21. Фильтрующие элементы состоят из мелкой металлической сетки, сетки с пробивными отверстиями и двух рифленых дисков с отверстием диаметром 11 мм. Все пуансоны с фильтрующими элементами входят внутрь чаш и являются их днищами. Таким образом, внутренняя полость чаш оказывается закрытой со всех сторон. Тяги 22 верхними концами скользят в направляющих отверстиях траверсы, а нижними закреплены в отжимной плите 26. Пружинами 23, опирающимися на плиту пуансона, плита 26, а следовательные чаши держатся всегда в верхнем положении. Эта плита связана со штоками 27, поршней 29, движущихся в двух гидравлических цилиндрах управления 30. Эта плита связана со штоками 27, поршней 29, движущихся в двух гидравлических цилиндрах управления 30. При движении поршней вниз тяги опускают чаши, пока их нижний край не дойдет до верхней поверхности плиты пуансонов 19 и 25. Штоки 27 имеют сальниковые уплотнения 28, а плунжер – манжетное уплотнение 34. Гидропрессовая установка имеет скальчатый насос 2 с клапанной коробкой. При движении скалки 1 вверх всасывающий клапан 7 поднимается и из бака 9 в клапанную коробку засасывается рабочая жидкость – машинное масло. При движении скалки вниз всасывающий клапан 7 под давлением масло опускается. Нагнетательный клапан 6 поднимается и масло уходит в нагнетательную линию к клапанному распределителю 11. Для устранения пульсации давления установки оснащаются 3 или 4 скальчатыми насосами. В распределителе 11 имеется двойной клапан 3 и 8, управляемый рукояткой 13. Клапаны закреплены на общем штоке. Если вращением рукоятки подвинуть шток влево, то клапан 3 закроется, а клапан 8 откроется. При передвижении штока вправо клапан 3 будет открыт, а 8 закрыт. Для осуществления рабочего хода плунжера 33 вверх открывается клапан 3, а клапан 8 закрывается. Масло, нагнетаемое насосом при этом, направляется в цилиндр под плунжер. По окончании прессования клапан 3 закрывается и открывается клапан 8. Все подвижные части пресса вместе с пуансоном опускаются вниз. Масло вытесняется из цилиндра 31 и поступает к распределителю, где проходит через клапан 8 и стекает в баг 9, снабженный фильтрующей сеткой. Распределитель снабжен манометром 10 и трехходовым краном 12 для подачи масла в цилиндры управления 30. Клапанные коробки каждой из скалок имеют клапаны предельного давления 5 с пружинным регулятором 4. Часть клапанов настраивается на давление, достаточное для подъема подвижных частей пресса. При достижении этого давления клапаны 5 открываются и выпускают масло во всасывающую линию. После этого часть скальчатых насосов работает, так сказать, на себя, не подавая масла в цилиндр гидравлического пресса. Другая часть клапанов 5 настраивается на максимальное давление, необходимое для прессования. На схеме пресс показан в положении перед загрузкой. Пресс работает следующим образом. Из темперирующего сборника при помощи ротационного насоса в чаши пресса через отверстие 17 загружается тертое какао. По заполнению чаш давление в трубопроводе повышается и при помощи мембранного реле насос останавливается. При этом гаснут сигнальные лампы, что указывает на окончание процесса наполнения чаш. Каждая чаша снабжена клапанной коробкой и обратным клапаном, который препятствует выдавливанию тертого какао обратно в трубопровод в процессе прессования. После заполнения чаш включают насос 2 и открывают клапан 3 распределителя. Машинное масло нагнетается в цилиндр пресса и плунжер 33 поднимается вверх. Пуансон нижней плиты 25 сдавливает массу в нижней чаше и через неё передаёт давление на верхние пуансоны. Отжимаемое масло какао собирается в кольцевых канавках плит и оттуда стекает в специальный сборник. По достижении максимального давления прессования около 45 мегапаскаль, клапаны предельного давления 5 открываются. Подача масла в цилиндр пресса прекращается и зажигается сигнальная лампа. По воротам рукоятки 13 распределителя переключают клапаны 3 и 8 так, что масло вытесняемое при опускании плунжера из цилиндра пресса 31 выходит в бак. Для выталкивания жмыха из чаш поворачивают трёхходовой кран 12 распределителя и подают масло в цилиндры управления 30. Поршни 29 движутся вниз и при помощи отжимных тяг 22 опускают чаши вниз. При этом жмых выталкивается из чаш пуансонами плит 19 и 25. Верхние концы отжимных тяг входят в траверсу 15. По воротам крестовины 14 направляющие отверстия в траверсе могут быть перекрыты, так что тяги не смогут пройти сквозь траверсы. Это делается для обеспечения безопасности работы при удалении жмыха из пресса. Если давление масла в цилиндрах управления случайно упадёт, то пружины 23 не смогут поднять чаши. После удаления жмых останавливают насос 2. И поворотом трёхходового крана 12 спускают масло из цилиндров управления в бак 9. Прессование ведут при температуре тёртого какао 80-90 градусов Цельсия. Для поддержания необходимой температуры пуансоны снабжены паровым обогревом. Рассмотрим конструкцию ещё одного вертикального гидравлического пресса. Его схема представлена на слайде. В нём дном чаши 19 служит пуансон 11. К его верхней и нижней поверхности привёрнуты фильтрующие элементы 17 и 16, состоящие из густой сетки. Сетки с пробивными отверстиями. Рифлёного диска с отверстиями диаметром 11 мм и второго рифлёного диска. Чаша верхней кромки прижимается к расположенному выше пуансону, а самая верхняя чаша к верхней поперечине 20. В крайнем нижнем положении пуансоны опираются на упоры. Между пуансоном и салазками, расположенной выше чаши, находятся пружины 18. На слайде показано исходное положение всех частей, соответствующие загрузке чаш массой какао. Ротационным насосом масса какао подаётся в чаши через отверстия 22 и клапанные коробки. Каждая чаша имеет свою клапанную коробку. Все клапанные коробки соединены между собой короткими, вставленными одна в другую трубками, которые образуют общую питательную линию. Клапаны во всех коробках открываются одновременно, поворотом рукоятки 25. Рукоятка поворачивает эксцентриковый вал, с которым соединены клапаны. Когда масса заполнит все чаши, повысится давление в трубопроводе. Повышенное давление выключит электродвигатель ротационного насоса при помощи мембранного реле, вмонтированного в трубопровод. При этом погаснут сигнальные лампы, которые горели при наполнении чаш массой какао. После этого поворотом штурвала 25 закрывают клапаны в клапанной коробке. Клапаны не позволят передать давление из чаши в питающую линию при прессовании. Затем нажатием пусковой кнопки включаю 4-х скальчатый насос. Лишь после этого при помощи дистрибутора 27 направляют машинное масло от 4-х скальчатого насоса в рабочий цилиндр 2. В цилиндре находится плунжер 1, уплотненный манжетой 5. Под давлением машинного масла плунжер поднимается вверх, вместе с привернутой к нему фасонной направляющей 7. Этой направляющей плунжер давит через нижний пуансон на массу какао в нижней чаше и через нее на остальные пуансоны. Пуансоны перемещаясь в выше расположенных чашах выдавливают масло какао. Отжимаемое масло проходит через верхние и нижние фильтрующие элементы и по канавкам и каналам стекает вниз в приемный бак 28. По мере подъема пуансонов возрастает давление машинного масла в рабочем цилиндре. Как только давление достигнет 10 мегапаскал, так электромагнитами поднимаются всасывающие клапаны двух скалок 4-х скальчатого насоса, выключая их тем самым из работы. В результате меньшей подачи масла в рабочий цилиндр вдвое уменьшается скорость подъема пуансонов. С меньшей скоростью продолжает расти давление машинного масла и когда оно достигнет максимально установленной величины в 45 мегапаскаль, второй электромагнит поднимает всасывающие клапаны остальных двух скалок насоса, чем прекращается дальнейшая подача его в рабочий цилиндр. А следовательно останавливается прессование и загорается сигнальная лампа. По окончании прессования при помощи дистрибутора 27 выпускают машинное масло из рабочего цилиндра и поворотом рукоятки 26 направляют его в отжимные цилиндры 3. Все подвижные части пресса движутся вниз, пуансоны 11 доходят до упоров и останавливаются. Поршни 4, продолжая перемещаться вниз под давлением машинного масла, тянут за собой плиту 6, вместе с отжимными тягами 12. Верхние стенки прорези 8, которые показаны пунктиром, давят на сухари 9, салазок 10, опуская их на неподвижные пуансоны 11 и сжимая пружины 18. Пуансоны 11 выдавливают сжимых из чаш, затем вручную поворачивают за стержень 24 крестовину 23 на угол пипополам радиан. При повороте она прикрывает торцы 21 отжимных тяг 12. Они теперь не могут подняться вверх под давлением пружин 18, даже в том случае, если по каким-либо обстоятельствам упадет давление машинного масла в отжимных цилиндрах 3. Это необходимо по условиям техники безопасности при извлечении жмыха. После того, как отведет в сторону стержень 24, открывают решетчатую дверцу, не показанную на рисунке, и извлекают жмых на полке поворотной этажерки. Затем после очистки чаш и пуансонов от остатков жмыха закрывают решетчатую дверцу, возвращают на прежнее место стержень 24 и поворотом рукоятки 26 выпускают машинное масло из отжимных цилиндров. Теперь можно приступить к загрузке следующей порции тертого какао в чаши пресса. В прессе имеются контакты, которые выключают насос в случае незаполнения массы хотя бы одной чаши или в случае прорыва фильтра и, следовательно, вытекания массы. Пуансоны имеют обогрев 14, обогревающий пар подается по трубам 13, 4 колонны 15, связывают рабочий цилиндр 2 с верхней поперечиной 20. Технические характеристики представлены в двух таблицах на двух последовательных слайдах. Вот сейчас я демонстрирую первый слайд с техническими характеристиками, а сейчас я демонстрирую второй слайд с таблицей технических характеристик. Установка с горизонтальным гидравлическим прессом с механической загрузкой и механическим выталкиванием жмыха с одним комплектом чаш. Установка с горизонтальным гидравлическим прессом с одним комплектом из двух чаш представлена на слайде. Она имеет механическую загрузку, она имеет механическую загрузку чаш и механическое выталкивание жмыха. Из-за темперирующего сборника 25 тертое какао подается насосом 28 через сетчатый фильтр 27 и обратный клапан 26 в дозатор 19. При его заполнении поднимаются поршни 18 и 21, имеющие общий шток 20. В верхнем положении поршневой шток 24 нажимает на блок контакты 23 и выключает насос, подающий тертое какао. Распределительный вал пульта управления включает многоскальчатый насос 40 и устанавливает в дистрибутере 52 золотник 35 в крайнее верхнее, а золотник 34 в нижнее положение. Многоскальчатым насосом 40, машинное масло подается в цилиндр 22 дозатора. Под давлением масла опускаются поршни 21 и 18. При этом из дозатора тертое какао по трубе 17 поступает через запорные клапаны 15 в чаши 13. После заполнения чаш закрываются запорные клапаны и распределительный вал опускает золотник 35 вниз, то есть в положение, показанное на слайде. Многоскальчатым насосом масло нагнетается в цилиндр 11, под давлением масла плунжер 10 движется вправо вместе с пуансоном 12. Он надвигает чашу 13 на следующий пуансон 14, расположенный правее чаши. И так через все чаши давление передается правому пуансону. Пружины между пуансонами и чашами сжимаются, а пальцы 9 и 6 перемещаются в пазах пластин 7 и 4. Масло какао проходит через фильтрующие элементы 5 и истекает по желобу в сборный бак. При смещении чаши на пуансон возрастает давление машинного масла в рабочем цилиндре. При избыточном давлении 19 мегапаскаль отключаются две скалки насоса и лишь двумя скалками давление масла доводится до 45 мегапаскаль. Скалки насоса отключаются для того, чтобы масло успело вытечь из массы до закупоривания в ней капиллярных каналов. По окончании прессования распределительный вал поднимает золотник 34 в верхнее положение. Теперь масло по трубе 33 подается в цилиндр 29 и оттуда в подвижные цилиндры 2. Они приварены к правой чаше. При разном давлении масла на поршни 3 и торцы подвижных цилиндров сначала смещаются в право подвижные цилиндры вместе с правой чашей до упора пальцев чаш в торцы прорезей пластин 7. В это время собачки 31 пружинами 30 разводятся в стороны и заскакивают за накладки 32. Они оказываются правее собачек. Пружина 16 правой чаши несколько сжата. Затем поршни 3 при помощи штанг 8 вдвигают плунжер 10 в цилиндр 11 вместе со всеми пуансонами 14, так как они соединены пластинами 4. При этом все чаши остаются сдвинутыми вправо, так как они соединены с правой чашей, а она удерживается в правом положении собачками 31. Пуансоны 14, расположенные правее чаши, выталкивают жмых через зазор между чашей и левым пуансоном. Жмых падает вниз на отборочный транспортер. После очистки чаш от остатков жмыха, рабочий нажимом кнопки на пульте управления включает распределительный вал. Вал поднимает вверх золотник 35. В этом положении масло вытекает из цилиндра 29. Одновременно электромагнитами 1 сближаются собачки 31. Пружины 16 возвращают чаши в первоначальное положение. Гидропрессовая установка готова к новому циклу прессования. Горизонтальный четырехскальчатый насос 40 может создавать в сети избыточное давление до 50 мегапаскаль. На четырех эксцентриках 43, расположенных под углом Пи пополам радиан, посажены роликовые подшипники 42. Их внешняя обойма соприкасается со скалками 41. Пружины 44 прижимают скалки к эксцентрикам. В забираемое насосом масло проходит фильтр 47 и всасывающий клапан 45. Через нагнетающие клапаны 39 масло подается в дистрибутор 52. По трубе 51 масло из дистрибутора стекает в сборный бак 50 насоса. Насос может подавать масло как одной, так и двумя парами скалок, что достигается нажатием соответствующих кнопок на пульте управления. Одновременно с включением электромагнитов 36 желаемой пары скалок включается электродвигатель. Электромагнит подтягивает якорь с тягой и грузом 49. Правое плечо рычага 48 со штоком 46 опускается вниз и всасывающий клапан плотно садится в седло. При отключении хотя бы одной пары скалок обесточиваются не только магниты всех скалок, но и электродвигатель. При этом груз 49 поворачивает двуплечий рычаг 48 и штоком 46 поднимает всасывающий клапан 45 над седлом. Предохранительный клапан 38 перепускает масло по достижении предельного давления. Оно устанавливается соответствующей регулировкой пружины 37. В начале процесса прессования скорость плунжера больше, чем в конце. Это достигается подачей масла четырьмя скалками насоса. Скорость плунжера уменьшается при отключении двух скалок. Электрическая схема питания электродвигателя насоса и электромагнитов некоторыми фабриками изменена таким образом, что отключение любой пары скалок не сопровождается остановкой насоса. В результате такой переделки производительность установки повышается. При заполнении дозатора тертым какао золотники 34 находится в крайнем верхнем, а 35 в среднем положении. При этом положении масло вытекает из цилиндра 22 при подъеме поршня 21. Рассмотрим конструкцию еще одного горизонтального автоматического пресса. Конструкция, представленного на слайде пресса, аналогична конструкции вертикальных шестичашечных полуавтоматических прессов, описанных ранее. Но у них чаши один и плиты пуансонов расположены вертикально, а сближение чаш происходит по горизонтали. Плунжер движется также горизонтально. Давление, как и вертикальных прессах, создается при помощи многоскальчатого гидравлического насоса 3, который мы рассмотрели подробно при рассмотрении первой конструкции горизонтального пресса. Одна скалка включается для создания высокого давления. Вытекающие через металлические фильтры масло какао собирается в общий канал, откуда транспортируются в сборники. Управление прессом и контрольная аппаратура сосредоточены на щите управления 2. Обычно пресс монтируется на некоторой высоте от пола. Под прессом проходит ленточный транспортер для приема жмыха, автоматически выжимаемого из чаш после окончания прессования. Эти прессы выпускаются с 4, 6, 10, 12, 22 чашами. По сравнению с вертикальными прессами они имеют ряд преимуществ. Большую производительность и высокий выход масла какао. Полную автоматизацию контроля и управления, позволяющему одному оператору обслуживать несколько прессов. Кроме того, нагрузка на 1 квадратный метр пола у них вдвое меньше. А далее мы переходим к расчету прессов для отжима масла какао. И начнем мы с расчета производительности прессов. Формула для расчета представлена на слайде. Полезное усилие прессования рассчитывается по формуле на слайде. В прессе, наклоненном горизонту под углом альфа, полезное усилие прессования создается давлением ПГ машинного масла на плунжер диаметром D большое. И рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Эта формула не учитывает потерю напора на сообщение скорости плунжеру, что вполне допустимо при незначительных скоростях, с которыми работает пресс. Совместное решение равенств представленных на первом и втором слайде даст давление ПГ машинного масла. Расчетная формула представлена на слайде. Значение коэффициента трения F и β для различных уплотнений в гидравлических прессах представлено в таблице на слайде. При прессовании плунжер выдвигается на величину HP. Формула для расчета представлена на слайде. Эта величина определяется так. В чашу загружают какао тертое в количестве ГТ. Эту массу можно представить состоящей из массы жмыха и масла какао ГМ. Обозначим через Х отношение массы отжатого масла ГМ к массе ГТ тертого какао. Формула представлена на слайде. Тогда, подставляя вместо ГМ и ГТ их значение в равенство для Х и решая его относительно H1, получим. Формула для расчета H1 представлена на слайде. Значение Х находится из равенства, представленного на слайде. Здесь М и Ж – процентное содержание масла в какао тертом и жмыхе. Из технической литературы известно, что Ж равно 18%. Принимая это во внимание, получим H1, рассчитывается по формуле, представленной на слайде. Величина входа пуансона в чашу зависит от полезной высоты чаши и от количества как тертого какао, так и жмыха. Полезная высота чаши не может быть произвольной. Эффективность прессования среди прочих факторов зависит также от соотношения размеров чаши. В практике чаще всего встречается полезная высота 85 мм. При диаметре чаши 450 мм. Далее рассмотрим подробно расчет производительности пресса. Более простую формулу мы с вами приводили ранее. Производительность пресса подсчитывается по формуле, представленной на слайде. Но только рабочее время является суммарной продолжительностью отдельных операций. Тау-р как сумма представлена на слайде. Также представлена расшифровка обозначений каждой из суммы Тау. А далее я буду вам демонстрировать слайды с подробным расчетом каждого из Тау. Продолжительность загрузки чаш массой какао Тау-Зе рассчитывается по формуле на слайде. Также на слайде представлена формула для расчета продолжительности прессования Тау-П. На слайде представлена продолжительность возвращения чаш в исходное положение Тау-В, продолжительность уплотнения содержимого чаш Тау-Х, продолжительность выдавливания жмыха Тау-Ж с расшифровкой обозначений, входящих в эти формулы. Усилия для выталкивания жмыха можно приближенно подсчитать по формуле, представленной на слайде. Рабочий цилиндр изготавливается из стального литья с пределом прочности 500-600 мегапаскаль при удлинении не менее 16%. Толщину дельта стенки цилиндра удобнее всего определить по номограмме Копылова, представленной на слайде. При пользовании номограммой следует выбрать допускаемое напряжение RZ для материала цилиндра, например, равное 100 мегапаскаль. Вычислить потребное давление ПГ машинного масла по формуле, представленной на слайде, пусть оно будет равно 30 мегапаскаль. Пересечение прямой, соединяющей найденные точки со шкалой дельта, делённое на Dv, даёт значение 0,18. Соотношение толщины дельты стенки цилиндра к его внутреннему диаметру Dv равно 0,18. Зная внутренний диаметр цилиндра, подсчитывают толщину его стенки, при которой напряжение в нём не превосходит допустимого значения. Толщина днища принимается не менее полутора толщины стенки. Плунжеры изготавливаются из кокельного чугунного литья, а обычно делаются пустотелами. Толщина стенки плунжера примерно равна толщине стенки цилиндра, более точно она определяется по формуле, представленной на слайде. Толщина днища плунжера берётся одинаковой с толщиной его стенки. Верхняя поперечина имеет высоту в гнёздах для колонн, равную 2,5-3,5 диаметра колонн. Она изготавливается из стального литья с σv 4,5-5,5 мегапаскаль. Допускаемое напряжение принимается 50-70 мегапаскаль. Поперечину противоположную цилиндру рассчитывают как балку на двух опорах. Расстояние между опорами равно расстоянию между колоннами. Нагрузку считают равномерно распределённой по плоскости прилегания чаш к верхней поперечине. Колонны делаются сплошными. Их крепление к рабочему цилиндру и поперечине лучше производить двумя гайками, так как это облегчает монтаж пресса. Колонны рассчитываются на растяжение с допустимой нагрузкой не выше 70 мегапаскаль. Насосы высокого давления и арматура для гидропрессовых установок. В гидропрессовых установках встречаются самые разнообразные вертикальные и горизонтальные многоскальчатые насосы одинарного действия высокого давления. Число скалок бывает 3 и 4. На слайде показан вертикальный четырёхскальчатый насос одинарного действия. Над баком 20, разделённым на две части сетки 14, находится насос. Его скалки 7 приводятся в движение эксцентриками 2, которые сдвинуты один относительно другого на угол Пи пополам радиан. Электродвигатель с приводным шкивом 1 крепится на площадке 24, связанной стойками 3 с корпусом насоса. При помощи пяти кленовых ремней вращение от электродвигателя передаётся шкиву 4, сидящему на валу с эксцентриками 2. Эксцентриситет у них равен 15 мм. Между эксцентриком 2 и шатуном 5 находится игольчатый подшипник с иглами 3,5 на 29,8 мм. В количестве 126 на 1 эксцентрик. Две скалки высокого давления имеют диаметр 22 мм каждая. Скалка низкого давления имеет диаметр 30 мм. Скалки в цилиндрах уплотнены кожаными манжетами 8. При движении скалки вверх поднимается всасывающий клапан 23, и машинное масло по трубе 16 проникает в цилиндр насоса. Перемещение скалки 7 вниз увеличивает давление масла в цилиндре. Под давлением закрывается всасывающий клапан 23 и открывается нагнетательный клапан 10. Через этот клапан машинное масло поступает в магистраль 11. Пробка 9 позволяет производить осмотр нагнетающего клапана. Через пробку 12 удаляют воздух, проникший в цилиндр насоса. Обмотки электромагнитов 21 и 22 включаются одновременно с электродвигателем насоса. К их сердечникам подтянуты якоря. По достижении определенной высоты подъема рабочего плунжера обесточиваются электромагниты 21. Якори этих магнитов вместе с тягами 19 опускаются вниз, поворачивая двуплечье рычаги вокруг оси 18. Рычаг толкателем 17 поднимает всасывающий клапан 23 скалки низкого давления. Масло, втянутое в цилиндр, при ходе скалки вверх выбрасывается через всасывающий клапан обратно в бак 20 при опускании скалки вниз. Скалки низкого давления работают вхолостую. При достижении в магистрали максимального давления обесточиваются электромагниты 22, вследствие чего вхолостую работают скалки высокого давления. При помощи масленок 6 смазывают скалки насоса. Обратная магистраль с машинным маслом присоединяется к патрубку 13. Винтами 15 регулируют положение якорей электромагнитов 21 и 22. Расчет многоскальчатых насосов заключается в определении подачи маслонасосом и потребной мощности для привода насоса. Блок цилиндров насоса выполняется из паковки стали 25-30. Все каналы и гнезда для клапанов высверливаются. Всасывающие и нагнетающие клапаны чаще располагаются один над другим. Скалки изготавливаются из легированной нержавеющей стали Х-13 и 2Х-13. Поверхность скалки должна быть зеркально гладкой и достаточно твердой. Станина насоса рассчитывается на растяжение и изгиб по суммарному усилию скалок. Допускаемые напряжения берутся равными от 7 до 8 мегапаскаль. Материал станины – качественное чугунное литье. Скорость масла в нагнетательном трубопроводе до 2 метров в секунду. Во всасывающем – 0,3 метра в секунду. Трубы применяются толсто, стенные – цельно тянутые. Техническая характеристика вертикальных многоскальчатых насосов представлена в таблице на слайде. В этом видео мы с вами рассмотрели назначение, область применения, классификацию, устройство, принцип действия и расчет гидравлических прессов для получения масла какао. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Поставьте колокольчик уведомления. Об нем все уведомления. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. Продолжение следует...